Отмечу также, что SQL является строго типизированным языком, поэтому мы указали, например, что мы отправляем пререзалт типа int. Теперь давайте отправим сюда не 7, а 7.0. То есть тип float мы отправляем, который тип мы объявили типом inton. Он ничего не возвращает. Давайте посмотрим месседж, который выскочил. Так, функция с таким, он в целом функцию не может найти, поскольку у него сигнатура указана вот здесь, смотрите, нюмерик, да, нюмерик имеет в виду целые числа, а мы отправляем туда дропные. Поэтому нам надо как-то вот на ходу лево скастить, вот так, двоеточие, и мы скастили в int, то есть взяли как бы на себя ответственность и запустили. И вот если он, здесь какие-то другие были дропные части, то он потеряет точность, например, 7,4, мы кастим в int и отправляем. И в итоге он сюда уже прилетает как 7, и там из анимак true, да, то есть 7 минус 3, вернул 4. То есть вот в таком вот виде это все и происходит. Слесно, C1 отправлю, он поймет, что это буллин. Тоже мы видим, да, вот он единичку отправил, он не понимает, что это буллин. Вот давайте единичку скастим, то есть обычно осуществлю такое соглашение, если 0 это false, а если все остальное это true. И вот в таком виде мы на ходу единичку превратили в буллин, поскольку там нам требуется вот здесь параметр из анимага, чтобы он был тип буллин, и из false. То же самое, если мы отправим сюда 0, то он перестанет быть анимагом и вернет уже не 4, а, как я полагаю, результат 7. То есть 7 отправили, 7 получили, он 3 не отнял, потому что не сработало условие анимага. А здесь вернулся в false. 0 он превратил в false и отправил. Это называется кастинг, то есть он взял на ходу скастил. Давайте теперь проведем этот же кастинг с помощью ключевого слова, соответствующего. Cast. Ну, cast это мы кастим, да, что-то в какие-то рамки зажимаем. То есть нам надо нолик отправить в буллин. Cast. Вот это то же самое. То есть каст мы закрыли, теперь закрываем вот саму функцию. Если мы запустим, получим тот же результат. Cast. То же самое 7.4 теперь нам надо привести к инту. То есть если мы это не сделаем, он нам не даст запустить, выдаст, что там несоответствующий тип. Мы отправляем значение double precision с floating пояс, с плавающей точкой, а указали, что он должен принимать int. Поэтому вот здесь кастинг, то есть мы открываем скобки, и нам надо указать какой-то expression, какое-то выражение, написать s и указать тип данных, в который мы его скастим. И здесь вот он дробную часть просто отбросит, либо же это математическое округление пойдет. Давайте сейчас 7.5, если найдем больше, то математическое округление, да, 8. Он округлил его до восьмерки. Здесь он не просто отбрасывает дробную часть, а именно использует методы математического округления.